ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Головная умова – для принятия решений необходимо ведать реальную ситуацию на рынке працы. Сгодно с опошними даденами, зараз у центрах занятости официально зарегистровано 0,5% о догольной колькости працаздольного насельництва. При этом только у соковиках этого года у экономичный процесс у Беларуси утягнуто около 6 тысяч человек. Разом с тем, на думку Министерства працы, при оценце ситуации необходимо уличовать и еще одну личбу. Реальный узровень беспрацовья, який зараз складает амаль 5%. С этой нагоды во всех регионах плануется створить базы даденных грамадян, не занятых у экономицы. Задача комиссии, якие будут оказываться деяничания у занятости, высветлить причины, чому гэтые люди не могут процоладковаться и оказать им конкретную допомогу. До конца гэтага месяца такие семинары повинны пройти во всех областях краины. Разом с тем, при наявности проблем с реализацией декрета, у Министерства працы и социальной обороны не выключают макчимасти повторного проведения подобных встреч. Як чекается, я не могуць отбыться в осенью гэтага года. Для того, чтобы еще раз пройти по тем направлениям, по тем вопросам, которые у нас возникли в ходе реализации этих вопросов. Потребуется встретиться третий раз, будем встречаться и в третий. Главное, чтобы действительно мы с вами максимально качественно обеспечили реализацию муром декрета. Гомельская городская больница номер 4, якая находится у Костюков, это сегодня отримало новое эндоскопическое обсталявание. И оно закуплено, благодаря грантовой допомозе у Рада Японии коронит травы. У церемонии передачи новых обсталяваний принял дел посолу сходней краины в Беларуси Хироки Такунаха. На протягу 14 годов у Рад Японии допомогает нашей краине передольвать наступствы авары на Чарнобыльской АЭС. За этот час реализованы 42 проекты. 25 их у Гомельской области. Выдаткована амаль 3,5 миллионы долларов. Четвертая больница обслуговывая не только гомельчан, а лей же хоров Гомельского района. Сучасное эндоскопическое обсталявание не раскоша, а не обходность. И оно дозволяя не только диагностовать, а лей лечить захворывания страунникова кишечной системы. Во первую очередь, это тычется новое утворение, которое могут привести до онкологических захворываний. Рак толстого кишечника – один из лидеров по колькости захворелых. Данное оборудование фирмы «Олимпус» – это 150-я серия. Является оборудованием высокого класса, имеет высокие технические характеристики, хорошего разрешения. Что оно позволяет нам делать? Позволяет видеть вот такие образования, которые на оборудовании другого класса просто не видны. А это образование, имеющее очень высокий злокачественный потенциал. Мы очень рады помочь белорусам, потому что наш японский народ сопереживает пострадавшим, белорусам, так как у нас общая трагедия, ядерная катастрофа, и мы будем продолжать такую помощь, особенно в этой области. Старшиня гомельского облаканкама Владимир Дворник особисто подякава у Хироки Такунаха за допомогу, якую Япония оказывает потерпелым территориям Гомельской области. Так само, подчас особистой встречи, керавник региона и дипломат обмерковали пытанье далейшего двухбакового супрацовництва. Владимир Дворник запросил Хироки Такунаха принять уделу 15-м экономичным форуме, який отбудется 25 мая у Гомеле. Сегодня у Гомеля урочисто открыли новый будинок областного диспансера спортивной медицины. Эту подею промерковали до дня работников физической культуры и спорта, який будет начаться в субботу. С мягчимостями установы ознайомились наши корреспонденты. Свою историю гомельский областный диспансер спортивной медицины отличивает с 6950 года. А маль 67 годов он размещался в непристосованных покоях будинку на Волотовской улице. Расшение обзменения адресу приняли у 2014-м. И хоть капитальный рамонт с заменой инженерных сеток обышался неде у 290 тысяч рублей, у администрации диспансера перакананы, это было правильное расшение. Площи установы повеличились больше, как у двоя, что дает махчимость организовать медицинское сопровождение спортсменов на сучасном узровне. Тем более, что облавыконкам принял решение об набытие нового обсталявания. Гомельским областполкомам в этом году выделено 427 тысяч рублей на дальнейшее развитие материально-технической базы. Планируется приобретение нового медицинского транспорта, приобретение современного диагностического оборудования, такого, например, как биохимический анализатор, ультразвуковой сканер экспертного класса, холтеровские мониторы. У Гомельским областным диспансеры спортивной медицины готовы оказывать послуги усім жадающим. Але основный контингент тут усе ж таки спортсмены, а двушню специализованных школ – да членов дорослых команд. Менавито тут, я не двойче на год, будучи проходить поглибленное медицинское обследование. А про час захования здоровья у центра есть и еще одно призначение. Тут допомогусь докладно вызначить вид спорта, яким лепш займаться кожному конкретному человеку. У рештят гэтага залежить, як уласная спортивная карьера, так и досягнение в області и краины. По результатам непосредственно и 2017 года, и мы видим уже пока неофициальный зачет по медальным достижениям за три месяца 2018 года, непосредственно юношеский и униорский состав спортсменов Гомельской области, который выступает на международных соревнованиях, занимает лидирующие позиции в Республике Беларусь. Олег Синцеров, Евгения Кухаронак, Валерия Гапанько, телерадиокомпания «Гомель». У Беларуси протягивается проведение субботних телефонных линий мясовых уладов. 19 мая звороты грамадян будет примать наместник старшини гомельского обловы канкама Владимир Горбачев. Нумер телефона – 33-12-37. У Гомельским гарвы канками промую линию проведен наместник старшини Виталь Атаманчук. Звертаться треба по номерам 75-19-54. Промые линии будут працевать с 9 до 12-1. Молодь супраць коррупции. С метой профилактики и попереджения коррупционных правопорушений у Гомельской областной податковой инспекции пройшла конференция. На ее запросили супрацьовников податковых органов Гомельской области, яким не больше за 35 годов. А кроме того, среди присутных были представники прокуратуры, Следующего комитета и Комитета Держбезпеки. Перед выходом у актовую залу, где проходила сустреча, организовали выставу на тему податка-обкладанья. Что такое податки и на во что их платить, ведают навод дети. А вот еще раз нагадать работникам податковых инспекций, что Хабар за выканание своих промых обовязка убрать нельга требае помогать частей. Тема оказалась злободенной. В целом, по Беларуси, в первом квартале этого года, в сравнении с аналогичным леташним передом, узросла колькасть фактов коррупции. Сегодняшняя конференция, наверное, затрагивает больше нравственно-воспитательный метод борьбы, потому что преподносятся материалы, рассказываются о конкретных фактах, например, коррупционных правонарушений. И люди понимают, что действительно это зло. До речи, на передней конференции наши корреспонденты провели о питании сирот предпринимальников Ижихарова Гомеля. Пытались эти сустракались люди с фактами коррупции в податковых органах. Ну, не знаю, я с этим не сталкивалась, поэтому думаю, что все-таки не подвержено. У нас как бы в государстве с этим более так жестко. Считаете ли вы эту систему, налоговую систему в Беларуси, коррумпированную, сталкивались ли вы с такой проблемой? Я лично не сталкивался. Считаете ли вы налоговую систему коррумпированной? Ну, я, знаете, для того, чтобы такие вещи говорить, нужно конкретно знать и приводить факты. Человек, который может такое сказать, значит, он должен конкретно привести факт, а просто огульно кого-то обвинять и говорить, никто не имеет морального права для этого. А есть ли у вас лично такие факты? Нет, у меня конкретно таких фактов нет. Да нет, не считаю, не встречал такого. Так что, ну, не знаю. В вашей предпринимательской практике такого не было? Нет, такого не было. Раньше было, а сейчас нет. Так что, ну, остальные вопросы, это без комментариев. А раньше когда? Ну, можно сказать, допустим, 5 лет назад, 10 лет назад было? Да нет, наверное, больше 10 лет назад. Нет, такого у меня не было. Лично у меня такого опыта не было. Ну, бывало такое, ну, раньше было, да. Ну, чтобы место там сохранили на рынке. Вы сталкивались, ваши знакомые, с коррупцией на логопоргане? Наших, белорусских? Нет. Сегодня подобные встречи по питаниях антикоррупционного законодавства прошли во всех районных податковых инспекциях региона. Юбилейный международный чемпионат молодой предпринимательства в 10 раз собрал активных, талиновитых, инициативных и легких на подъем юнаков и девочек из Беларуси, России и Украины. Мероприемства в стенах Беларусского гандлево-экономического университета с поживецкой кооперацией продолжились три дни. У вынику обрали тройку лепших. Кто перемог, доведалась Марина Джалая. Эмоции, градус напружение в финальный день чемпионата досягнули максимуму. На этом этапе вызначили самых предпринимательных юнаков джавчат. Тых, про кого хочется верить, мы еще почуем. За право стать лепшими змагались 14 команд с Беларуси, России и Украины. Выник – перемога за командой Херсонского национального технического университета. Студенты представили нас у жюри, яка складалася с 40 профессионалов, одразу некольки уже реализуемых проектов. Это квест покоя и пляцовка по продаже выработок, в яке студенты рыхтуют у процессе учебы для разных заликов. Сейчас на жюри говорят о том, что вы – это пример того, что хотят видеть в будущем на этом чемпионате, чтобы был такой же потрясающий синтез теории и практики, чтобы проект уже был воплощен в жизнь. Расскажите, пожалуйста, о вашем проекте. Мне нравится уходить от реальности любыми методами. Бывает, рутина надоедает, и я ищу разные способы. Раньше это были компьютеры, когда я был маленьким ребенком, играл в игры. Потом я понял, что можно создавать что-то свое, какие-то свои сюжеты. И попутно узнал, что есть такое движение, оно постепенно набирает обороты. Однажды попробовал, мне очень понравилось. Я захотел сделать что-то свое, оригинальное. Потом нашлись единомышленники. Это прекрасная команда, они подхватили эту идею. Как я уже говорил, мы ее вместе раздули на мехах наших креативностей и взорвали. Другое место у наших земляков студентов с Белорусского державного университета транспорта. Замкнули тройку переможцев будущие бизнесмены из Минского филиала, Белорусского гандлево-экономичного университета с поживецкой кооперацией. Але без подарунков и грамот не засталась ни одна команда. До речи, у наступном годе умовы удела в чемпионате будут больше складанными. Были такие предложения. Во-первых, чтобы был представлен один проект. Во-вторых, проект, чтобы был уже или реализован, или в начальной стадии реализации. Следующее направление, чтобы обязательно присутствовали маркетинговые исследования, маркетинговая составляющая в плане дизайна, распространения в социальных сетях и в интернет. Третье направление, чтобы обязательно был просчитан. Просили цифры, экономическое обоснование проекта. Поэтому следующий чемпионат, я думаю, будет преображен. Положение будет переделано, критерии оценки будут переделаны в соответствии с очень ценными предложениями нашей судейской колеи, которая состояла более чем из 40 человек. А в Гомельском державном университете имя Франциска Скарын сегодня прошел финальный этап международного молодежного фестиваля социальной рекламы «Ясный погляд». Подчас его были вызначены лепшие видеоролики и постеры. И отбылась урочистая церемония узнагороджения переможцев. Вероника Ворошилина, Володая, под обязанностями. Все лето международный молодежный фестиваль социальной рекламы «Ясный погляд» проходил в третий раз. Он организованный Гомельским державным университетом имя Франциска Скарыны при поддержке Московского городского педагогического университета. Фестиваль объедна у представников с 20 высшейших наушальных установ Беларуси, России и Украины. Простоматышные видоролики и постеры молодые люди выказывали свое ставление до наибольшь значимых социальных проблем и демонстровали махчимые способы их ворошения. Фестиваль имеет на самом деле очень важное значение. Это определенное решение молодежью социально-экономических и духовно-нравственных проблем вопросов нашего современного общества. Это развитие их личности, оттачивание содержания их личности, умение работать в команде, воспитание патриотизма, толерантности, терпимости. У финал конкурса трапили 15 социальных видеороликов и 20 постеров, которые закоронают проблемы экологии, психологии, межособостных и межнациональных взаимоотносинов. Тема великой перемоги и семейных каштовностей, а так само иншие актуальные пытания. Социальная реклама – это спроба в стиснутом формате, а для устраивать нечто важное как для молодежи, так и для сучасного громадства в целом. Очень много интересных роликов, постеров. Действительно, наши молодежи очень талантливы, у них очень много идей. И мы тоже учимся у нашей молодежи. Мы очень рады, что они нас поддерживают, что есть связь поколений. У программе фестивалю так само познавальные майстер-классы, тренинги и лекции от белорусских, российских и навод американских профессоров. Чекало конкурсантов и незвычайное командное задание – накирование, назуртование молодей братерских народов. Белорусским российским студентам треба было продемонстровать свой коллективный, ясный погляд на город Вомель. Ребята пытались найти что-то необычное, связанное с городом, исторические факты. Показать нам город своими глазами – такую задачу мы ставили перед ребятами. Мы очень хотим увидеть, как Вомель видит ребята из Санкт-Петербурга. Мы очень хотим познать восприятие города ребят из Москвы. И мы очень, конечно же, ждем работ ребят, которые были рождены в этом прекрасном городе, о чем они будут рассказывать. Пироможцы фестивалю были вызначены во всех конкурсных номинациях. По выниках работы международного журы, лепшими социальными постерами признаны проекты Московского университета имя Виты и Белорусского державного университета транспорту. Сярод видеоролика улепшими стали проекты Брестского державного университета имя Пушкина и Витебского державного университета имя Машерова. До речи, усе пероможцы продемонстровали креативные творчые подходы и выключенный ясный погляд на реча истинность. А главное, они сделали социальные проекты, которые действительно дольны окрануть розумы и сердца людей. Вероника Ворошилина, Игорь Марышченко, телеродоя компания «Гомель». 26 установ культуры Гомельской области долучились до международной акции «Ночь музеев». Первыми гостей запросили у музея военной славы, где для наведывальников подрихтовали доброчинные мероприемства под назвой «Заховальники памяти». Ранний початок акции областной музеи военной славы толмажить просто. Больше, как палова наведывальников установы «Дети и подлетки», организовывать для их неких мероприемств в поздний час, нелега навык с пробки гляджения законодавства. Первыми на экскурсию приходят третиклассники 44-й Гомельской школы. В этом году они уже были у музея, где текавость от этого меньше не стала. Тем больше, что тут заховываются особистые речи полного кавалера ордена славы, заслуженного наставника БССР и гонорового грамотянина Гомеля Миколая Лебедева. Миновитая его имя сегодня носить научальную установку. С улыком взрослого наведывальника уж мать серьезной информации экскурсоводы не агучивают. Хоть в уголе сегодня областный музей военной славы для школьников распроцовано некаких тематичных маршрутов. Помогали учителям белорусской литературы, в общем-то, отразить тему, допустим, оккупации, оккупационный режим и специальная экскурсия, которая посвящена этому периоду, злодеяниям фашистов и так далее. То есть это проводится в отдельном зале практически все 45 минут. Свою акцию у музея военной славы назвали заховальники памяти и присвятили усим музейным работникам. Это соправдание легкая праца – собирать, заховывать и выучать их историю. А коли у коллекции утрапляет редкий экспонат, тады почеттё особливого гонору. У Гомеля до речи жарит это есть так само, причем самых розных часов. Одинный в Беларуси форма опорщика министра обороны Советского Союза, опорщика маршала Советского Союза Дмитрия Язова. Экспонат саправды вельми уникальны. Одны погоны, чего каштують – зоркой и гербом СССР, яке вышитые золотыми нитками. Особливость обосного музея военной славы. Тут практически все экспонаты саправдные. На вот коли экспозицию часово трапить копия, одрознить ей от оригинала. Неспециалисту буде просто не махчима. Студент Белорусского державного университета транспорта Иван Пеляшок у свободно от учебы час займается военно-историчными реконструкциями. Сегодня я демонстрою наведывальникам военную форму и сброю. Все, что представлено в этом музее, то, что проделаем мы во время военно-исторических реконструкций, это все делается только по событиям, которые были по факту. То есть они могут быть подтверждены документально. Подчас акции «Ночь в музею» у образа музея военной славы для наведывальников робить выключение. Им дозволяют взять у руки сброю. Работники установы только попереживаются. Тремясь эмоционально, и она нелегкая. С такой сброей можно выявить себе соправным солдатом. Я представляю себя снайпером, который на войне воюет. В семейный день музея, вам видите, позволено то, чего не позволяет. Мне очень нравится этот пистолет. Но он очень тяжелый. Туз Гомельчан заявляется конструктором боевых самолетов. Якая самоходная установка самая редкая, и кольки вложить паровоз с водой и палевым до речи 125 тонн. Рыкрудно стойкиш, як три тяжки, те четыре середние танки, часу великой очинной. Экскурсия у музея у нечем подобная на текавую энциклопедую, якую кольки не читай, а ли неколи усе ровно опынися на опошней сторонце. Правда, коли книга текавая, да и я обойсково вернися. В очереди третья А, 44-й Комельской школы, обицаюсь присти у музея военной славы знову. Это и так само и другие новины. Вы можете найти на нашем сайте в интернете по адресе www.tvrgomel.by. Далее у эфиры де-факто и спортивный огляд. Я с вами развитываюсь. Всего доброго и до новых встреч в эфире. Эфир телеканала «Беларусь-4» продолжает де-факто. В студии Руслан Габрилев. Здравствуйте. В Гомеле на съемной квартире задержали двух жителей Могилевской области, которые предположительно работали курьерами интернет-магазина по продаже психотропных веществ. В ходе обыска у них был изъят полимерный пакет с порошком, который, по заключению эксперта, содержит в своем составе особо опасное психотропное вещество альфа-ПВП. Также в квартире нашли еще 28 свертков с аналогичным психотропом, электронные весы, пустые фасовочные пакеты и другие предметы. Впоследствии на территории Гомеля были обнаружены и изъяты закладки с 12-ю полимерными свертками с порошкообразным веществом. Следственным комитетом по данному факту возбуждено уголовное дело. Вчера в поселке Большевик горел дачный дом. Спасатели Гомельского райподразделения МЧС по прибытии увидели крышу в огне. Пожар ликвидировали, пострадавших нет. Но огонь повредил кровлю, потолок и стены дачного дома, а также деревянный забор. Рассматриваемые версии причины возникновения пожара – это неосторожное обращение с огнем, а также нарушение правил эксплуатации и монтажа электросетей и электрооборудования. А минувшей ночью спасатели выезжали на тушение частного дома в деревне Осовец Мозырьского района. Открытым пламенем горела кровля. Пожар ликвидировали, пострадавших нет. Предполагается, что причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем. На территории региона за 4 месяца 2018 года зарегистрировано 4 ДТП с участием мототранспорта, в которых 1 человек погиб и 4 получили травмы. В связи с этим госавтоинспекция инициировала профилактическое мероприятие «Мотоциклист». В рамках данного мероприятия будут проводиться отработки мест возможного скопления мотоциклистов, а также будут отрабатываться гаражные кооперативы и места массового скопления молодежи. За прошлую неделю на дорогах области выявлено 242 нарушения правил дорожного движения водителями мототранспорта. 18 человек задержаны за управление в состоянии алкогольного опьянения. 45 водителей не имели права на вождение мототранспорта. Такой обзор происшествий к этому часу. Оставайтесь с нами и берегите себя. Я Руслан Габрилев. Благодарю за внимание. До свидания. На телеканале «Беларусь-4 Гомель» новости спорта. В студии Максим Савин. Здравствуйте. Гонбольный клуб Гомель Бенту Белас в столичном дворце спорта Уручье встречается в финале розыгрыша Кубка Беларуси. В полуфинальных поединках второго по значимости трофея женского клубного гонбола гомельчанки уверенно обыграли городничанку. 44-25. А полномочный чемпион страны не испытал проблем в поединке с Витебчанкой. 40-20. Напомню, что Гомель – действующий обладатель трофея. Завтра в областном центре баскетбольный клуб «Гомель СОЖ» продолжит борьбу за бронзу чемпионата Беларуси. Соперник команды Сергея Кулешова – Гродненская Олимпия. Пока серия складывается не в пользу гомельчанок. В Гродно они дважды проиграли сопернику. Противостояние, напомню, продолжается до трех побед одной из команд. Так что отступать СОЖу некуда. Третий матч серии состоится на паркете Гомельского дворца игровых видов спорта. Начало в 16.00. В случае победы хозяек четвертый поединок состоится на той же площадке 20 мая. В восьмом туре чемпионата страны по футболу высшей лиги Гомель на своем поле, сыграя с Гродненским Неманом. Матч состоится на поле стадиона «Центральный». Стартовый свисток прозвучит в 20.45. В турнирной таблице зелено-белые с четырьмя набранными очками располагаются на 14 месте. Соперник имеет в активе 12 набранных баллов и пятое место в турнирной таблице. Команда Рогачевская из «Дюшор номер два» выиграла общий зачет первенства Гомельской области по гребле на байдарках и каноэ среди юношей и юниоров. Соревнования проходили в Гумеле на Гребном канале в Якубовке. Всего за медали боролись более 150 спортсменов на дистанциях 1500 и 200 метров. На втором месте грибцы Гомельская из «Дюшор дельфин» замкнула тройку призеров Мозорская из «Дюшор профсоюзов». Кроме спортсменов из нашего региона в первенстве области приняли участие ребята из Бобруйска. С 22 по 24 мая на Гребном канале в Якубовке состоятся состязания республиканского масштаба. Юношеская спорта-киада спортшкол в Беларуси. На этом пока все. С новостями спорта вас знакомил Максим Савин. Оставайтесь на «Беларусь-4». Продолжение следует...